А вот метро — другое дело. Быстро и никаких пробок. И скоро комфорта станет еще больше. Столичный метрополитен получит современные швейцарские поезда. Новинку презентовали на неделе. Первый состав обкатают уже в конце месяца. Сейчас в цехах «Штадлер» под Минском собирают шесть электричек. Еще четыре обещают в следующем году. Планы с владельцем «Штадлер» обсудил и президент Беларуси. Поезда, в которых не прочь прокатиться даже те, кто предпочитает автомобили или самолеты. Так анонсировали встречу. В общем, новыми швейцарскими составами в будущем обновят весь парк столичного метро. Но на чем сейчас перевозят пассажиров подземка? На двух линиях 37 составов. В привычном пятивагонном способны уместиться 1600 человек. Каждые 20 часов техническое обслуживание и в половине поездов ежедневная уборка. За состоянием тщательно следят. Возраст как никак обязывает. Последнее поступление подвижного состава – это было приурочено к открытии станции метро «Малиновка». Есть составы у нас и 90-х годов выпуска, есть составы и новее, и 14-х годов. И средний возраст подвижного состава первой линии метрополитена составляет 16 лет. Ежедневно каждый поезд метрополитена проходит техническое обслуживание, в котором включено и осмотр подвагонного оборудования, и электрические аппараты, и механическое оборудование. Это необходимо для того, чтобы мы могли обеспечивать безусловную, безупречную безопасность перевозки пассажиров. Сейчас Минское метро использует российские поезда, и старожил от нового состава не отличишь. Многие после капитального ремонта и могут прослужить до 50 лет. Но, похоже, не придется. Ждем на линиях швейцарских красавцев.